Хорошо, когда остается немного времени. Мы уже слышали сегодня о друзьях, о молодых людях, которые были верны, и их было четверо. Я хочу прочитать, обратиться к другому месту, где также говорится о троих друзьях, и которые были с четвертым и еще с двумя на горе. Это Евангелие от Луки, 9 глава. Мы уже слышали этот текст и немножко обратили внимание на один момент. Евангелие от Луки, 9 глава. Прочитаем с 29 стиха. «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белая, блистающая». Иван Лисмарк, он добавляет то, что стало как снег, как на земле белищик не может убелить. Матфей добавляет, что преобразился перед учениками, и просияло лицо его, стало как солнце. Одежда сделалась белыми. И вот Христос, он находится с учениками на горе Преображения. И дальше мы считаем, что вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. И наверняка, что об этом поняли немножко позже ученики, кто это были. Но в тот момент они видели двух людей, которые беседовали со Христом. Они слышали о том, что они беседовали об его исходе, о кончине его жизни. Если мы посмотрим, кто же были эти Моисей и Илья, это были два человека, которые были очень известны в израильском народе. Первый, тот, который был очень известен тем, что Бог с ним говорил лично. О том, что Бог являлся ему в облаке. О том, что Бог говорил к ним лицом к лицу. Что Бог через него дал законы, заповеди для своего народа. О том, что Бог являлся через него свое могущество, являлся славу свою. И они знали, кто такой Моисей. Знали о том, какую славу Бог являлся через него. Что даже нужно было ему лицо покрывать, когда он вернулся от общения с Богом. Потому что лицо его сияло. Второй, это был Илья. И этот человек, он также был известен тем, что он был великим пророком в Израиле. И что он был живым восхищен, что Бог его взял в колеснице и забрал. И вот эти люди, они говорят с Иисусом Христом и говорят о исходе его жизни. В этом мы читаем, что в 31 стихе. «И явившись во славе, они говорили об исходе его, которое им надлежало совершить в Иерусалиме». Какая у них была слава, мы уже знаем. То, что знали израильские народы из истории о том, кто такие Моисей и Илья. И слава Иисуса Христа, она только набирала, можно сказать, свою силу. Люди вели, что Христос накормил пять тысяч, не имея при этом поваров при себе. Христос, Он совершил чудеса, воскрешал людей, что Он исцелял людей. И среди людей о Нем шевелось молова, кто Он такой. Однажды, идя по дороге, что один слепой сидел и слышал, что это Иисус идет. Он захотел, чтобы прийти к Нему. Об Иисусе Христе стали слышать многие люди. Даже в тот момент, когда Христос уже входил в Иерусалим, то Его встречали как царя. Они желали, чтобы царь был такой, был правитель. То есть, о Нем уже очень многое знали. Но Моисей и Илья беседовали с Ним не о том, что, как сейчас ему хорошо, но говорили о кончине Его жизни, о кончине Его пути здесь, на земле. И Петр, в 32 стихе мы читаем, «Петр же, и бывшие с Ним отчащены вновь, но пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним». Одно слово здесь повторяется несколько раз. Очень короткая слава. Видели славу Моисея и Ильи, видели славу Христа. И Петр в своем послании, во 2-м послании, в 1-й главе, воспоминая о тех событиях, что были там на гре, он пишет такие слова. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Он видел то величие, которое имеет Христос там, на небесах. Перед этим Христос говорил, что в Луки 9, 27 стихом, что «говоря вам, есть некоторые стоявшие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». И ученики увидели славу Христа, которую имеют там, в небесах. И Петр, вспоминая именно об этом, пишет, что мы были очевидцами Его величия. Иоанн в своем Евангелии, в 1-й главе, в 14-й стихе, пишет так. «И Слово стало плотью и обитало с нами, и полной благодати и истины, и мы славу Его, славу, как единородного от Отца». Видели славу Христа. И они вспоминают и отображают о том, что они были очевидцами, не видели то, что происходило тогда на горе. И они о этом говорят другим ученикам. Говорят последователям, которые шли уже после них. Они говорят к нам, что Христос, Он имеет славу. Что Христос, Тот, Который в небесах, Он имеет великую славу. И Павел в своем послании, в 2-м послании, Коринфянам, 4-й глав, 6-й стих, пишет такие слова. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». И мы имеем 4 Евангелия, которые видим жизнь Иисуса Христа. Видим то, как поступал Христос. И Павел пишет, что «дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». И в тот момент, когда ученики были на горе Преображения, Петр сказал, что построены здесь кущи, и на них спустилось облако. Скажите, в каком образе Бог являлся Израилем во времена Моисея? Что спускалось на скине? Облако, столб облачный. И Бог говорил там. Так же и здесь Он, Бог проговорил к ним. И Бог говорит, через Иисуса Христа является славу Божию. Имея Писание, мы можем видеть, какую славу Христос имел здесь, на земле, когда Он жил. И какую Он имеет славу в небесах, читая книгу Откровения. И мы видим, что Христос, Он прославленный. И в 2-м послании, Коринфянам 13, 3-й главе, 18-й стих, записаны такие слова. «Мы же открытым лицом, как в зеркале взираем на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Вся наша жизнь – это как период преображения, период изменения от славы в славу. Период тоже, когда мы преображаемся в образ Иисуса Христа. Именно взирая на Его славу. Видя, каков Он, как Он поступал, что Он делал, какой Он великий и величественный находится там, на небесах. И Он находится также рядом с нами. Он слышит наши молитвы, Он слышит наши обращения к Нему. И Он всегда рядом и видит нас. Давайте помним о том, что Христос именно прославленный. И Он желает, чтобы мы также преображались в Его образ. И в заключение прочитаем к Колоссянам 3-я глава, 4-й стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». «Когда же явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Во славе надо только в том случае, если Христос будет нашей жизнью. Если Он не будет нашей жизнью, мы не сможем явиться во славе. Мы явимся в стыде, что Бог, Он прославленный, Он великий, а мы здесь пренебрегали Ему. Вот здесь этот праздник, который мы сегодня вспоминаем, те события на Горе Преображения, когда Христос являл свою славу. Ученики видели Христа прославленного. Но также Писание нас призывает к тому, что мы, взирая на Его славу, преображались в Его образ. И тогда, когда наша жизнь изменяется, когда мы преображаемся в Иисуса Христа, тогда мы явимся вместе с Ним во славе. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо.